Второе. Индивидуализация собственного питания. После того, как мы узнали очень много о пищеварении и питании, все это надо применить к самому себе. Вроде бы пищеварение у всех одинаково. Вроде бы и организм устроен у всех одинаково. Но на самом деле имеется огромная разница. У одного человека организм большой и хорошо держит воду. Спрашивается, нужны ли такому человеку продукты питания, несущие излишнюю воду в организм? Нет. Ему нужны такие продукты, которые бы его подсушивали. У другого человека организм очень плохо держит воду. Спрашивается, нужны ли ему продукты, которые подсушивали бы его? Нет. Ему нужны продукты, которые бы насыщали его организм влагой. Следующее сравнение. Один организм прекрасно вырабатывает внутреннее тепло. Ему даже зимой жарко. А другой организм плохо вырабатывает тепло. Летом в тени замерзает. Отсюда первому надо кушать охлаждающий организм продукты, а второму – разогревающие. К сожалению, современная наука о питании прекрасно разобралась в физиологии пищеварения, но эти понятия для нее абсолютно новая область. Чтобы оперировать этими понятиями, нужен совершенно новый уровень знаний. У современной диетологии его нет, зато он прекрасно разработан древними мудрецами в Айурведе, которая так и называется наука о жизни. Вот на него-то мы и обопремся. Плюс соединение современных знаний с древними. В итоге мы получим законченную науку о питании конкретного человека. Без нижеследующих знаний питание работает неполно, часто дает сбои. Зато с ним работает идеально. Прошу очень серьезно отнестись к этим знаниям. А начнем мы с вами с общих сведений об индивидуальной конституции. В большой медицинской энциклопедии автор встречал робкие намеки на учения об индивидуальной конституции, но более обширные сведения, подтвержденные современной физикой, мне пришлось встретить только у древних айурведистов. Учение об индивидуальной конституции айурведистов и вообще всего древнего мира основано на трех жизненных принципах. По-индусски доши, слизь, желчь и ветры. По-индусски капха питавата. Согласно последним исследованиям физики, за нашей физической реальностью, то есть за телом, стоит тонкоматериальная реальность, то есть квантовое поле, которое ответственно за предание формы живому организму. Теплотворные способности и все циркуляторные процессы, протекающие в данном организме. Отсюда жизненный принцип слизи ответственен за поддержание формы нашего тела, то есть кости, мышцы, сухожилия, эндокринная система, от функционирования которой эти свойства поддерживаются в нужной форме. Жизненный принцип желчи ответственен за все теплотворные способности нашего организма, терморегуляцию, пищеварение, острота интеллекта, иммунная защита, активность метаболизма в целом. Жизненный принцип ветра ответственен за быстроту протекания самых различных процессов в организме и их циркуляцию. Передвижение всего внутри организма, циркуляция внутренних жидкостей, крови, лимфы и так далее, скорость обновления ткани, выведение шлаков, продвижение пищи по пищеварительному каналу, быстрота мышления, сроки наступления месячных, длительность беременности и так далее. Таким образом, наш организм представляет собой комбинацию материнских и отцовских жизненных принципов, которые получаются при зачатии. Причем жизненный принцип ветра в теле не имеет никаких материальных элементов и создает в нем сухость и холод. Жизненный принцип желчи в теле представлен жидкими, едкими элементами желчи, желудочной соки. В организме создает тепло. Жизненный принцип слизи представляет в теле все материальные образования и создает в организме холод и слизь влагу. Вот теперь нам становится ясно, что если в организме человека преобладают жизненные процессы ветра, то такой человек имеет маленький или высокий рост, худощав, постоянно мерзнет, имеет плохого пищеварения, пуглив. Если преобладают жизненные процессы желчи, то человек имеет среднее сложение, хорошее пищеварение, седоват или лысоват, никогда не мерзнет и обладает достаточно острым умом. Если преобладает жизненный принцип слизи, то человек имеет мощный костяк, покрытый мышцами, склонен к набору веса, страдает медленным пищеварением, не любит сыровую погоду, склонен к апатии. Но у каждого человека все это настолько перемешано, что мной предложен на основании древних аюрведических наблюдений опросник, который позволит вам узнать свою индивидуальную конституцию и уже с учетом ее особенностей строить свое питание. В приложении данным к индивидуализации собственного питания вы сможете самостоятельно определить свою пропорцию жизненных принципов. А теперь важно дать простые ориентиры, которые указывают на то, что у вас от неправильного питания, образа жизни и мышления чрезмерно возбудились жизненные принципы и вызвали свои специфические расстройства, которые вы с помощью питания можете привести в норму. Итак, если ветер в норме, тело легкое, много энергии, кишечник работает легко и регулярно, мышление быстрое, все физиологические процессы, имеющие свой ритм, наступают своевременно, сон, месячные, период беременности, наступление оргазма у мужчин и женщин, ну и ряд других. Если вышеуказанного в жизненного принципа излишек, то человек перевозбужден, мышление хаотичное, беспорядочное, памяти никакой. В пищеварении то запор, то понос. Он постоянно мерзнет, все ритмические процессы нарушены, бессонница, отсутствие регулярного менструального цикла, недоношенность при беременности, извращенная длительность полового акта, в сторону укорочения и так далее. Если желчь в норме, тело теплое, пищеварение и усвоение пищи нормальное, настроение приподнятое, ум быстро схватывает суть проблем, все физиологические функции, иммунитет, метаболизм, острота оргазма в норме, кожа здоровая и красивая. Излишек жизненного принципа желчи проявляет себя в изжоге, в язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, чрезмерной потливости с неприятным запахом, сыпью по телу, сухостью в ноздрях, сниженной иммунной защитой. Человек становится легко раздражимым, вечно недовольным и ехидно шутит над окружающими. Ехидоз такой. Если слизь в норме, организм необычайно устойчив к заболеваниям, половая активность сохраняется долго и все наступает вовремя. Суставы гибкие, жировая прослойка оптимальна, память остается хорошей. Перевозбуждение этого жизненного принципа приводит к ослезнению всего организма, снижению теплотворных способностей, а это в свою очередь предрасполагает организм к простудным инфекциям и опухолевым заболеваниям. Тело набирает чрезмерный вес и отекает с жидкостью. Пищеварение становится вялым. На половые функции это отражается в ранней холодности, длительному и неяркому половому акту. У человека теряется интерес к жизни, память слабеет. Вот теперь, зная особенности своего организма и свойства продуктов питания, мы можем сознательно, качественными продуктами усиливать или уменьшать свои жизненные принципы, так называемые ДОШи, добиваясь наилучшей балансировки и находиться на гребне здоровья. Механизм воздействия пищи на жизненные принципы таков. На клеточном уровне из пищи образуется вода, дающая среду жизни, углекислый газ регулирует PH среды, а через нее активность всех ферментов организма и белковые вещества, на которых осуществляются все жизненные процессы, ферменты, мицеллы и так далее. Различные продукты будут оказывать свое специфическое влияние на три указанных параметра. Разберем это влияние на конкретных примерах. На уменьшение жидкости внутри клеток организма будет оказывать влияние пища горького, жгучего и вяжущего вкуса. Свежие фрукты, овощи с повышенным содержанием калия, антагониста натрия. Легкая и жесткая по консистенции, то есть сухофрукты. Холодная и сухая по свойствам, то есть сухари. И к тому же употребляемая в малом количестве. Вот это в сумме приводит к изгущению коллоидов организма. Если человек имеет выраженную конституцию типа ветра, то есть склонен к потере жидкости и будет питаться в вышеуказанной пище, то он заработает себе таким питанием, похудение, зябкость, запор, тугоподвижность. На увеличение жидкости внутри клеток организма будет оказывать влияние пища сладкого, кислого и соленого вкуса. Крупы, молочная, сыры, соленья, то есть содержащие натрий продукты. Тяжелая, мягкая по консистенции, смета на творогах, прохладная и водянистая по своим свойствам молоко. Употребляемая в большом количестве. Все это в сумме способствует задержке воды организмом, наводнению жидкостных средств организма крахмалом и белком, то есть слизью. Если человек, имеющий выраженный конституционный тип слизи, склонен к удержанию воды и набору веса, будет питаться вышеуказанными продуктами, то он быстро наберет вес, потеряя теплотворные способности и хорошее пищеварение. На увеличение тепла внутри организма, а коственное и на усиление метаболизма будет оказывать влияние пища с жгучим, соленым и кислым вкусами. Специи, соленье, квасное, легкое и жирное по консистенции, например, жареная свинина, горячая и сухая, а также маслянистая по свойству, жареный картофель, подсолнечного масла, употребляемая без всякой меры. В сумме это приводит к чрезмерной выработке желчи, косвенное указание на увеличение распада эритроцитов крови, которая переживает кровь, лимфу и так далее. Если человек с выраженной конституцией желчи будет потреблять такую пищу, то его теплотворные свойства придут в возбуждении, это выразится в сухости, в ноздрях, изжоге, сыпи на коже, раненом поседении или облысении. Чтобы определить пропорции своих жизненных принципов, то есть ДОЖ, вам необходимо определить свой конституционный тип. Для этого ответьте на ниже следующую анкету, почитайте очки, и вы узнаете, какова ваша пропорция жизненных принципов, то есть ДОЖ. Пример. Вот уже полгода изучаю, пытаюсь применять на практике бесценные сведения. У меня пищевая аллергия уже около года. Раздуваются глаза, зудят, из них течет сладкая или липкая водичка, аллергия на говядину, молочные продукты, пшеничный хлеб. До мая 1994 года питалась беспорядочно, злоупотребляла белками и неправильным сочетанием продуктов. Голодаю один раз в неделю 24 часа. С ноября 1994 года ем проросшую пшеницу с медом почти регулярно. Весь ноябрь и декабрь сморкалась, очень сильно отходила мокрота. Всю зиму не болела простудными заболеваниями, головных болей нет. Раньше носила 52 размер, давление мучила 7 лет назад. Сейчас 46-48 размер, давление нет. Итак, опросник для определения ДОЖ собственной индивидуальной конституции. Здесь жданы внешние данные, физиология организма, психология и умственные способности, предпочитаемая пища сезонных годов и перенесенные заболевания. Все это вы смотрите, все тут ясно и понятно написано и определяете свою индивидуальную конституцию. По крайней мере, у вас возникнет представление, что у вас вырождено ветер, желчь, слизь. Итак, после того, как вы прочитали таблицу, поставьте баллы, которые вы считаете, вам соответствуют. Затем отдельно сложите баллы жизненных принципов ветра, желчи и слизи посмотрите, какой жизненный принцип или принципы по сумме преобладают. Если сумма одного жизненного принципа на 10 баллов больше ближайшего, то у вас он преобладает и вы относитесь к индивидуальной конституции, в которой выражен один жизненный принцип. Это монодошный тип. Если суммы двух жизненных принципов примерно равны, вы относитесь к конституции с двумя жизненными принципами. Двудошному типу. Если все три примерно равны, то вы относитесь к уравновешенному или гармоничному типу. Регулировка жизненных принципов с помощью питания. Исходя из предыдущего, теперь можно приступать к регулировке ДОЖ, то есть жизненных принципов. Отрегулированные ДОЖ в свою очередь приведут порядок физиологической функции, которую они контролируют. Диета и пища рекомендуемые при возбуждении жизненного принципа ветра или когда этот жизненный принцип преобладает вашим организмом. Общие замечания. Рекомендуется употреблять теплые, плотные, мягкие продукты и напитки масляной пищу. Преобладающие вкусы пищи сладкие, соленые и кислые. Есть можно до сытости. Крупы, рис, пшеница, проросшая пшеница, лен в зернах, молочные продукты, все молочные продукты, подслащивающие продукты, черная патока, мед, тростниковый сахар, натуральные сиропы, халва, растительные масла, все типы, фрукты, все сладкие, фрукты, дыни, арбузы, овощи, подвергнут слабой термической обработке, тушение, варка, то есть хорошо приготовить. Значит, какие продукты? Свекла, морковь, спаржа, молодая картошка, огурцы, тушеный лук, одуванчик, латук, орехи, все виды, специи, лук, чеснок, имбирь, корица, черный перец, кардамон, тмин, соль, гвоздика, зерна, горчицы, ну сюда же и тмин можно отнести. Пища животного происхождения, гусь, утка, рыба, раки, конина, курятина, баранина, яйца, морские продукты. Супы. Суп из сухой муки, крапивный суп, суп из чеснока, мясной бульон, травы, солодка, мускатный орех, ферула, можжевельник, девестил, сафора, бузина, малина, сосна, цветы шиповника, просверник. Дополнительная рекомендация для типа ветра. Они чувствуют резкое снижение энергии во второй половине дня. Выпить травяной чай из вышеуказанных трав, особенно солодку. Подобное питание применяется тогда, когда вы катастрофически теряете вес, кожа шелушится, кал сухой и в виде орешков, а месячные вообще исчезли. Диета и пища, увеличивающие жизненные принципы ветра. Общее замечание – это легкая диета или голодание, сухие продукты, холодная пища, преобладающие вкусы горькие, жгучие и вяжущие, крупы, ячмень, кукуруза, проса, гречи, хорош, овес, подслащивающие продукты – все избегать, молочные продукты – все избегать, растительные масла – все избегать, фрукты – сухофрукты, яблоки, груши, гранаты, клюква, маслины, овощи – все овощи употребляют в сыром виде – капуста, картофель, горох, латух, шпинат, петрушка, сельдерей и фасоль, орехи – все избегать, специи, перец, животные продукты – говядина, свинина, кролик, супы – гороховый суп, музыкальный, так сказать. Вот то, что образует особенно газы внутри кишечника, вот это указывает на первовозбуждение жизненного принципа ветра. Травы и другое, шлемник, барбарис, перец, бунги, горячавка, шалфей, лютик, кора, дуба и желуди, пивные дрожжи, мумие и мускус. Последние три особенно сильно стимулируют ветер. Подобное питание рекомендуется лицам, страдающим избыточным весом. Диета и пища рекомендуемы при возбуждении жизненного принципа желчи или когда этот жизненный принцип преобладает в вашем организме. Общее замечание прохладное, предпочтительно жидкая пища и напитки. Вкус предпочтителен сладкий, горький и вяжущий. Крупы, пшеница, проросшая пшеница, овес, речмень, белый рис. Молочные продукты, молоко, масло сливочное, масло топленое. Подслачивающие продукты, все кроме меда и черной патахи. Растительное масло, свежее масло, оливковое и подсолнечное. Фрукты, сладкие фрукты, размоченные сухофрукты и компот из них. Дыни, арбузы, овощи, тыква, огурцы, картофель, капуста, латук, бобы, петрушка, корень и зелень. Специи, кориандр, корица, кардамон, фенхель, черный перец, в небольшом количестве чеснок, укроп, тмин, сюда можно. Животная пища, цыплята, индюшки, белок, яиц, трава и другое. Шлемник, шалфей, горычавка, крупнолистная, змееголовник, термопсис, цветы и плоды шиповника, полынь венчная, яблочный сок, мятный чай, холодная вода, охлажденный кипяток и особенно пивные дрожжи. Диета и пища, увеличивающие жизненный принцип желчи. Общее замечание. Горячая сухая пища с преобладающим кислым, соленым и жгучим вкусами. Крупы. Кукуруза, проса, рожь, темный рис. Молочные продукты. Кисломолочные продукты. Сыр, пахта, кислые сливки. Подслащивающие продукты. Мед, черная патока. Растительные масла. Миндальное, сезамовое, кукурузное и прогорклое масло. Фрукты. Грейпфрут. Кислые апельсины, айва, облепиха, лимоны, кизильники и остальные с кислым вкусом. Овощи. Острый перец, редис, томаты, свекла, лук. Поджаренный лук обладает противоположными свойствами. Специи. Имбирь, тмин, гвоздика, соль, семя сельдерея и горчицы, черный перец, длинный перец. Орехи. Кишью, арахис, животная пища, говядина, яичный, желток, масло и красное мясо, баранина, рыба, морские продукты, супы, крапивный суп, суп из редьки, травы и другое, одуванчик, просвирник, семена граната, аир, фирула, прутняк, кофе. Следует помнить, что тело от избытка пищи желчи может приобрести кислотность. Диета и пища рекомендуемые при возбуждении жизненного принципа слизи или когда этот жизненный принцип преобладает в вашем организме. Общее замечание. Теплая, легкая пища и напитки. Вкус горький, жгучий и вяжущий. Старятся не доедать. Это очень важно. Крупы, ячмень, кукуруза, проса, гречиха, рожь, овес. Молочные продукты. Молоко малой жирности, свежее масло, сыворотка сыра. Подслащивающие продукты. Мед, растительное масло, прогорклое масло, фрукты, яблоки, груши, гранаты, клюква, виноград, хурма, айва, облепиха. Овощи. Редис, картофель, морковь, капуста, лук, баклажаны. Зеленые овощи. Латук, тыква, сельдерей, шпинат, петрушка. Бобы, горох. Специи. Все специи, кроме соли. Животная пища. Цыплята, баранина, яйца, колбаса. Трава и другое. Солодка, полынь. Сосна. Девесил кислый. Семена граната. Квасцы. Нашатырь. Диета и пища, увеличивающие жизненный принцип слизи. Общее замечание. Обильная, маслянистая пища. Холодные продукты и напитки. Пробладающие вкусы пищи. Сладкие, соленые и кислые. Крупы. Рис, пшеница, овес. Слен. Семена. Молочные продукты. Молоко, сыр. Кисломолочные продукты. Пахта. Сливки, сметана и сливочное масло. Подслащивающие продукты. Все, кроме меда. Растительные масла. Все, а также костный мозг и жир. Фрукты. Сладкие фрукты. Арбузы, дыни и так далее. Овощи, помидоры, огурцы. Сладкие картофели, редька, репа и все остальные. Широколистные овощи. Орехи. Все. Специи. Соль. Животная пища. Говядина. Свинина. Колбаса. Гуси. Утки. Рыба. Раки. Курятина. Супы. Бульон. Мясной. Гороховый. Суп. Крапивный суп. Следует помнить, что перестимуляция капха, то есть слизи, приводит к появлению в теле слизи, особенно в верхней части тела, легких и носоглотки. Определив по опроснику, к какому типу вы относитесь, монодошному, двудошному или смешанному, вы подбираете себе соответствующую диету и продукты. Если преобладает слизь, то берете первый вариант, а пищу из второго варианта включаете лишь эпизодически. То же самое для ветра и желчи. Берете первый вариант, а второй используете редко. Если у вас уравновешенный тип, то в равной мере используйте все, что касается ветра, желчи и слизи. Но на практике, как однодошный, так и уравновешенный типы встречаются крайне редко, преобладают смешанные. На моем примере, 10-летней давности, ну, наверное, уже более летней давности, разберем такой случай. Согласно опросе, кабал у меня распределили следующим образом. Если все это выразить в процентах, сложить, то это будет почти 100%. У меня получается, что в ежедневном меню я должен употреблять 45% продуктов успокаивающей диеты. Ветер, 38% желчь и 16% слизь. Если это выразить во вкусах вторичных, то получается 45% сладкого, 38% сложный вкус от первичного, сладкого, горького и вяжущего. Во вторичном это будет 19% сладкого, 19% кислого и 16% горького. Итого 64% сладкого, 19% кислого и 16% горького. Конечно, будут кое-какие нюансы, но исходя из признаков возбуждения жизненных принципов, вы их сможете легко отрегулировать и добиться нужного баланса. В отношении теплоты или холодности пищи итог складывается следующим образом. 45% плюс 16% равняется 61%. Должна быть теплая еда, ведь жизненный принцип ветра и слизи холодные и могут легко возбуждаться от холодной пищи. Кстати, по возбуждению от холодной пищи я сужу по стулу. Как только он становится более твердый и начинает приобретать, так сказать, козье очертание, я сразу же меняю питание. Продолжаем. А 38% прохладно для уравновешивания жизненного принципа желчи. То есть, если у меня стул начинается слишком жидкий и желтый, это особенно летом, начнет она, начинаю менять пропорцию пищи. Примерно так же можно подобрать пищу и по другим показателям, сколько круп, жидкости и салатов. Регулировку необходимо начать с преобладающего жизненного принципа или ветра, так как он главный для всех, а затем подрегулировать остальные. Если у вас ничего не получается с регулировкой, то старайтесь, чтобы в течение дня вы принимали с пищей все 6 вкусов и недели через 3-4 все начнет выравниваться. Критерием того, что вы попали необходимым питанием и вкусом в жизненный принцип, будет исчезновение симптома возбуждения этой души и хорошее самочувствие, приподнятое настроение после еды. Если не попали, то тянет в сон. Чувствуете неудовлетворенность, дискомфорт. При этом симптомы возбужденного жизненного принципа обостряются. Для более точного попадания в нужный жизненный принцип старайтесь в одном приеме употреблять продукты, совместимые по качествам, то есть теплоте, маслянистости и так далее, и по их вторичным вкусам. А также не забывать европейские рекомендации о приеме жидкости, фруктов и так далее. Примеры удачного подбора индивидуального питания. Ярчайшим примером индивидуального попадания в свои души служит Порфирий Корнеевич Иванов. С позиции душ он представляет собой сочетание пита-капха. На душу пита указывает седина его волос и прекрасное пищеварение. По рассказам очевидцев, он после длительного голодания садился за общий стол и ел все, что там было – борщ, картошку и так далее. Такой выход из голода был у него в порядке вещей. На душу капха указывает его богатырское сложение, мощный костяк, перенесение в прошлом ангин, то есть скопление слизи было. Исходя из этого, для него идеальными были ледяные обливания, усмиряющие душу пита. Частыми голоданиями и бегом он приводил в гармонию душу капха. Причем сочетание этих душ позволяло ему стойко переносить, как холод. Ведь пита дает тепло, так и голод. Капха дает способность переносить лишение пищи и другие тяготы. Поль Брех также весьма успешно применял индивидуальную программу здоровья. Соотношение душ у него примерно такое же, как и у Ванова, пита-капха. Во-первых, он седой человек, что указывает на пита. Во-вторых, у него был туберкулез легких признак дисбаланса души капха. В своей диете Поль Брех тщательно избегал слизообразующих продуктов молочного, масел, крахмалов, дабы не вывести из равновесия капха. Любовь к голоданию и физическим упражнениям также способствовали этому. Александр Александрович Микулин, академик, конструктор авиационных моторов, перешагнул 90-летний рубеж. Вот выдержки из его знаменитой книги «Активное долголетие». До 50-летнего возраста я, как большинство людей, не придавал особого значения физической культуры. Однако, когда я тяжело заболел и оказался в больнице, у меня появилось желание и время разобраться в сложном устройстве человеческого организма. Изучив много книг на эту тему, я разработал свою систему. Эта система позволила мне преодолеть болезни, перестать стареть и сохранить работоспособность на протяжении многих лет, включая и настоящее время. А вот что он рассказал о своем долголетии. Ни моя мать, ни отец, ни другие близкие родственники не отличались долголетием. А вот мне уже 90 лет, и как видите, я достаточно бодр, продолжаю работать, сохранил свежесть творческих мыслей. Это я объясняю исключительно тем, что 50 лет назад окончательно понял, нельзя жить самотеком, не занимаясь физкультурой и спортом, переедать, употреблять спиртной и курить. Я стал последовательно соблюдать эти принципы, а потом заинтересовался проблемой повышения жизнеспособности организма и как ученый, и как инженер-конструктор. Так появилась моя книга «Активное долголетие», которая имеет под заголовок «Моя система борьбы со старостью». Однако я никогда и никого не призываю слепо следовать моим рекомендациям. У каждого человека свои собственные привычки, особенности, темперамент. Значит, и образ жизни должен быть индивидуален. Сказано прекрасно. Должен быть индивидуальным. Он читал, как и все ведущие натуропаты, что нужно только создать для клеток, именно для клеток, такие условия внешней, то есть внутренней среды, при которых нарождающиеся в результате деления новые клетки не теряли бы молодых полноценных качеств своих сородичей. А теперь кратко только о питании. Он предпочитал пресные бездрожжевые лепешки. Дрожжи вызывают брожение в кишечнике и подавляют необходимую микрофлору. Животные жиры заменил растительными маслами. Вместо молока употреблял кисломолочные продукты. Вареное мясо рыбу употреблял в умеренном количестве. Овощей и каш побольше. Считал полезным выпивать 7-8 стаканов жидкости для разжижения крови. Мясной бульон исключил. Употреблял настой шиповника. Соль и сахар употреблял в небольшом количестве, предпочитая мед. После прочтения книги доктора Замхао, Институт раздельного питания, попробовал раздельно питаться. Результат был ошеломляющим. Откуда появился избыток силы, бодрость, жизнерадостность, помолодевшее цветущее лицо с румянцем. Но затем он съел пирожок с мясом, и у него была настолько сильная очистительная реакция, что его еле откачали в больнице. Мне кажется, тут еще что-то замешано. То ли очищение совпало с моментом нарушения раздельного питания, или другие факторы наложились на это. Но чтобы так сильно пострадать от нарушения питания, я в своей практике не встречал. Здесь что-то не то. Но вернемся к Микулину. Ел он мало и только когда сильно проголодается. Это очень правильно. Голодал 1-2 раза в год по 7 дней. С позиции ДОЖ он также ПИТА КАПХА. На голове нет волос ПИТА. Болезни с подъемом высокой температуры также признак ПИТА. Сам он крупный мужчина. Признак КАПХА. Не зная своей пропорции ДОЖ, он интуитивно подобрал для себя вышеперечисленные средства для уравновешивания ДОЖ. Так умеренное питание, избежание жирного, употребление меда и кисломолочных продуктов приводило в уравновешенное состояние ДОЖУ КАПХА. Голодание помогло уравновесить как КАПХА, так и ПИТА. Этому же способствовало употребление в течение дня 7-8 стаканов жидкости. Если первые 3 примера были из жизни подвижника, врача и просто умного человека, то 3 последующих примера будут из других областей. Некогда первого ракетка мира Иван Лендл 8 раз побеждал в турнирах Большого Шлема. Трехкратный чемпион открытых первенств Франции и США, двухкратный Австралии. В общей сложности выиграл 87 соревнований с серией Гран-при. За свою карьеру в спорте заработал более 15 миллионов долларов. Иван Лендл обладал феноменальной работоспособностью. Тренировался 6 раз в неделю по 4-5 часов каждый день. Чтобы быть способным к таким нагрузкам, помимо таланта и воли, нужно еще кое-что. И это кое-что – индивидуальное питание. Вот выдержка из статьи такой рациональный Иван Лендл журнал «Эхо планеты» номер 27 за 1989 год. Первую большую победу он одержал в 1984 году, выиграл марафонский матч и взвал первое место на открытом первенстве Франции. Огромные успехи его совершенно опустошили. В последующие 2,5 месяца Лендл чувствовал себя так плохо, что не мог тренироваться 15 минут подряд. В результате врачебного осмотра причиной слабости выявилось жесткое питание, поднялся уровень холестерина. Еще родители меня ругали, что я все время питаюсь в Макдональдсах, пью много Кока-Кол и поглощаю прочие вредные продукты. И как любой молодой человек, я всегда отвечал «Да что вы знаете, мне-то виднее». Только во время игр с большой нагрузкой я понял, что они правы. Они правы! С тех пор чемпион сидит на диете Роберта Хааса, резко ограничивающий потребление белку и придерживается жесткого тренировочного плана. Он выглядит атлетом, способным пробежать на Олимпийских играх дистанцию 1500 метров, сказал знаменитый Джон Енюкомп. Правда, у него осталось волчье выражение лица, но он стал стройнее и прекрасно двигается. Кстати, волчье выражение лица появляется по той причине, что человек сбрасывает лишний вес и, как бы сказать, скулы обостряются. Это и дает такое выражение. С позиции Дош Иван Леннер представляет собой смешанный тип вата, пита, тело стройное движение, быстрый признак вата. Вспомните страницу, где взято из джудши характеристика людей пита. Ум острый, тщеславный, по повадкам похожий на демотов, волчье выражение лица. Тщеславие наиболее характерные черты пита. Иван Леннер просто питанием уравновешивал свои вата. Пита убрал продукты, выводящие их из равновесия. Белковые продукты в основном сильно влияют на дождь пита, приводя организм к перегреву из-за реакции специфического динамического действия пищи, что значительно снижает выносливость, которая нужна в игре в большой теннис. Кумир мировой эстрады Майкл Джаксон в детстве был толстячком. Затем он, по его же словам, выбросил продукты, приводящие к ожирению, и стал таким, каким мы его знали. Необычайно импульсивным, сочиняющим прекрасную ритмичную музыку. У него преобладали доши вата пита. Опять вспомните характеристики древних. Люди вата любят песни, пляски. Музыку, веселье. На пита указывает его необычное тщеславие. Остаться молодым на всю жизнь. Осветление кожи. Но осветление кожи связано несколько с сильными вещами. Здесь не будем рассматривать, почему он осветил кожу. В питании Майкл Джаксон был вегетарианцем, ел фрукты, овощи, которые не дают возбуждаться доши капха. Это питание одной из причин, позволяющей ему так полно реализовать себя. И еще пример чрезвычайно сильной личности Альберт Игнатенко. Высокий, стройный, черные волосы, волнистый. Движение великолепно рассчитан и быстрый. Ему принадлежит мировой рекорд по быстроте запоминания максимального количества информации. По соотношению дож – это вата-капха. Быстрота запоминания сочетается с прочностью. Он для себя подобрал наилучший вариант балансировки дож. Голодал раз в неделю 24 часа, то есть усмирял капха. Проводя очистительные клизмы перед голоданием с выполнением йоговского упражнения на ули, усмиряет сухую дожу вата. Лимонный сок в воде клизмы, наоборот, симулирует наислабейшую душу пита. Применяет раздельное питание. Эту программу он нашел для себя 14 лет назад. В свои 46 лет он выглядит лучше многих 20-летних. Румянит сверкающие глаза, черные, волнистые, без единой седой волосинки волосы. Жизнерадостность и доброжелательность поражают окружающих людей. Глядя на него, а я его лично видел, я наглядно убедился в могуществе естественных целительных сил, причем в высшем понимании этого слова. Из своих наблюдений я невольно сделал вывод, что люди с душами пита-капха способны накапливать и анализировать свой опыт. Именно они создают духовные и материальные ценности человечества. Соотношение вата-пита делает людей способными к проявлению в бурной деятельности. Спорт-эстрада. Этим людям нравится приковывать к себе внимание. Это для них естественно. Другие соотношения дождь дают и другое поведение наклонности. Вышеописанные примеры наглядно показывают, как много значит правильное питание. Вы также можете уже более просто подойти к уравновешиванию своих дождь и реализовать себя в этой жизни наиболее полно. Уравновешенные дожи сами поведут вас по тому пути, для которого вы наиболее пригодны, ибо вы восстановите свою связь с единым полем, из которого проистекаются наши стремления, интуиции, и которые в итоге само реализуются через нас. Когда этот процесс реализации ничем не искажается, человек чувствует себя в гармонии и радуется жизни. Продолжение следует...